Это отзыв на преподавателя по вокалу Дмитрия Физулаева. Изначально я приходил на занятия к Дмитрию с нулевыми знаниями по вокалу и музыкальной теории в принципе, но уже через несколько занятий я начал чувствовать уверенность при выполнении вокальных упражнений и пении в целом. Дима не только хороший преподаватель, действительно знающий и практикующий свое дело, но и приятное общение человека, а это важно, потому что ученику должно быть интересно и комфортно на занятиях, только тогда можно достичь быстрого и хорошего результата. У Димы я занимался всего чуть больше полугода, потом пришлось делать перерыв из-за большой занятости по работе, но я надеюсь вернуться к занятиям, когда появится такая возможность. За это время я получил даже больше, чем то, на что я рассчитывал, поэтому спокойно могу рекомендовать этого преподавателя всем, кто только хочет освоить азы вокала или тем, кто хочет усовершенствовать свои уже имеющиеся навыки. Субтитры создавал DimaTorzok Отличительная черта занятия, Занятия с Димой – это его научный подход. Любая вокальная техника, любой технический прием им рассматривается не как что-то абстрактное, а как совершенно конкретная совокупная работа различных частей нашего голосового аппарата. Поначалу, конечно, голова у меня взрывалась от всего этого обилия терминов и разрыва шаблонов, но прогресс тоже не заставил себя ждать, поэтому я очень рекомендую, не пожалейте. Привет, я ученик Димы. За то время, которое я у него занимаюсь, мы решили с ним проблему, с которой я к нему пришел. В припеве я не мог спеть песню нормально, потому что я сильно зажимался. Вот фрагмент. И позанимавшись этой песней, мы решили эту проблему, он объяснил, в чем были мои основные ошибки. Вот тоже фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как мы решили эту проблему, все последующие песни мне давались куда легче. Я понимал, что я делаю не так, если зажимаюсь, и пытался это исправить. В итоге я выбрал песню, которая мне на тот момент понравилась. Начинал ее разбирать вместе с Димой. Начинал ее петь, ну, не уверенно. Тоже были огрехи. Вот фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По моим личным ощущениям вокал стал увереннее, я стал чувствовать опору, я стал понимать, как ей пользоваться. И ушла та самая проблема, про которую я до этого говорил. То, что я сильно зажимался из-за неправильной работы с опорой в прельевах. Привет! Это отзыв ученика школы. И прежде всего, мне бы хотелось сказать не о том, как хорошо проходит процесс, а о том, что я не так давно этим занимаюсь и не так давно осваиваю вокал. Но из конкретных вещей, которые я научился, первое, это не напрягаться. Звучит, конечно, по-идиотски, но я думаю, для человека, который пытается петь, это важно. И это большой плюс. Второе, я некоторые приемы освоил, которые, в принципе, уже могу как-то применять. Я не знаю, это для всех одинаково или для каждого как-то по-своему, но в моем случае мне нравится то, что я получаю. И третье, это, в общем, то, что наконец-то я начал петь каким-то своим голосом. Я до этого выслушивал притязания своих родных и близких по поводу того, что стоит петь своим голосом, но мне следовало, наверное, получить мнение авторитетного человека. И я его получил. В общем, три плюса, как минимум за восемь уроков я получил. Я считаю, это хороший прогресс и, в общем, советую всем заниматься. Приветствую. Меня зовут Женя, и с детства я мечтал научиться хорошо петь. Я уже пел, у меня что-то получалось. Но проблемы начались тогда, когда я столкнулся с высокими нотами. Думаю, эта проблема не нова. И тут в моей жизни очень вовремя появился Дима. Он смог мне объяснить, в чем мои затыки, указать мне на мои зажимы, найти ко мне подход, потому что действительно терпение человеку не занимать, помучиться пришлось нормально так, объяснить конкретно мне, найти индивидуальный подход вот этот самый, конкретно ко мне, чтобы я понял, чего от меня хотят, что мне делать, зачем мне это нужно, какой звук искать. Диме, повторюсь, терпение не занимать в этом смысле. Кроме того, он обладает огромным арсеналом инструментов, инструментов преподавания, и большой молодец, в общем-то. Например, до занятий с Димой я даже представить не мог, что смогу осилить вот такие ноты. Кроме того, Дима сам великолепно поет, вы можете зайти, например, на его канал на YouTube и убедиться в этом. А я всегда предпочитаю слушать людей, которые сами хорошо умеют делать то, чему они учат. И это у Димы есть, и это здорово. Всем привет, меня зовут Марат, мне 26 лет, и я из Москвы. Хотел бы дать свой краткий фейдбэк по данным урокам. Занимаюсь с Дмитрием уже порядка нескольких месяцев, и я определенно вижу подвижки и результат. Изначально я приходил с Дмитрием с глобальной проблемой, просто базово не попадая в ноты. Когда играю в компании, играю на гитаре и подключаю голос, то люди уже говорят, может, прекращай, или давай просто посидим в тишине. Естественно, я хотел решить проблему, поэтому обратился к Дмитрию, естественно. Я нашел его вроде на YouTube, и уроки с Дмитрием проходят довольно комфортно. Если какое-то задание не получается, то он просто ищет другой подход, и так пока не получится. В общем, рекомендую взять одно-два тестовых занятия и просто попробовать. Подойдет, не подойдет. Но я думаю, вы не пожалеете, и подход Дмитрия вас устроит. Всем спасибо. На занятиях у Димы очень комфортная и дружелюбная атмосфера. Он все понятно и хорошо объясняет. Если у вас что-то не получается, то Дима будет использовать разные методы, чтобы вам точно стало понятно. Когда я пришла к Диме, я очень мало знала о вокале, но спустя короткий срок мы начали использовать более сложные техники, например, микст. Я очень довольна обучением и вижу прогресс, поэтому рекомендую Диму как преподавателя. Привет! Это отзыв на преподаватель Питри. За его методику. На самом деле Дима очень сильно мне помог. В том плане, что до него я нормально не попадал в ноты. Я плохо сам по себе извлекал звук. После же, после пары при том занятии, не после полугода, а после буквально двух-трех, навыки очень сильно улучшились. И в целом мне стало нравиться. Поэтому все записывайтесь, не жалейте своих денег. Пока! Всем привет! Ходил Дима на занятия. Работа его, в принципе, задоволенна. Были проблемы именно с тем, что я тянул сильно грудь наверх. Сейчас, наоборот, все простейше. Голос стал легче, голос стал длиннейший, и верхние ноты наоборотнейший. В принципе, работа его задоволенна. Крайне рекомендую. Стреляй, скажи, чому боишься ты зробити цей останній крок. Давай, нехай буде, як хочеш ти, я заплати за свій урок. Прощай. Не даёт до утра спать, снег растает, свьём вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Що витен свыща у моё чай, а лети моя печаль. Би дали тим, шо витры лютой свыща, шо за векном молю я мертвый квитый. Би дали тим, шо ты мертвый. Я уже больше года занимаюсь с него вокалом. В целом, мне нравится его подход, потому что он всегда очень подробно объясняет, как устроен голосовой парад, и это позволяет самому анализировать свой вокал, правильно строить занятия. Поэтому я всегда знаю, что мне нужно делать, чтобы прогрессировать. Сами занятия всегда проходят довольно интересно. Он всегда очень понятно объясняет любую тему. И также он уделяет большое внимание развитию музыкальной составляющей, то есть он рассказывает, как можно сделать вокальную партию более разнообразной. и более интересную для слушателя. Ну и самое главное, что в целом мой вокал стал лучше, намного свободнее, красивее. Я трижды пытался заниматься вокалом с преподавателями, и лишь на третий раз, когда я попал в Дмитрию, понял, что все-таки у меня есть способности. И как раз таки он и помог мне это понять, за что я ему весьма и благодарен. Дмитрий – отличный преподаватель и превосходный музыкант. После нескольких занятий по вокалу с Дмитрием, голос стал сильнее, объемнее, стало легче петь высокие ноты, что раньше не получалось, так как были зажимы. Прогресс есть не только в звучании голоса, но и в винтонировании. Стало легче попадать в ноты. Дмитрий на уроках объясняет понятно о работе дыхания, о работе связок, дает необходимые упражнения и показывает, как их нужно петь правильно. Занимаемся по скайпу, это очень удобно, и это мне нравится. И дальше планирую заниматься с Дмитрием. Всем привет, меня зовут Женя. Я несколько месяцев занимался вокалом у Димы, и по этому поводу хотелось бы оставить небольшой отзыв вообще о его деятельности. Есть несколько вещей, которые мне прям понравились больше всего. в первую очередь это действительно индивидуальный подход на каждом занятии. То есть, если вы что-то можете, вы не будете на этом торчать, непонятно зачем. Если у вас что-то получается, то вы только идете вперед, 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 и вперед. если у вас что-нибудь, на чем-нибудь вы зациклились, или чего-нибудь не понимаете, то Дима с легкостью найдет подход к этому вопросу из разных сторон. То есть, если не вышло так, значит попробуем так, и по-любому у вас получится. Второй момент, что на его уроках в моей голове развеялись множество вокальных мифов. То есть, чтобы петь, тебе там надо быть сходу там, Меркью, да? И вот, и только тогда ты сможешь петь. Нет. То есть, множество моментов тех, к которым я думал, я не дойду никогда вообще, по итогу они вышли. Вот. И еще один такой немаловажный момент, ну, по крайней мере, в моем понимании, это пунктуальность. То есть, ну, ни разу не было такого, чтобы там, ты ждешь, ждешь, ждешь занятия, тут вдруг за полчаса тебе Дима там, как говорит, все, иди нафиг, мне там, я там занят, знаешь, ну, ни разу такого не было, это не может не радовать того, что человек действительно пунктуальный. Плюс, плюс, плюс на его занятиях всегда царит атмосфера какая-то, ну, легкая, что ли, ненапряжная. Никто из тебя ничего не давит. Дима в отличном настроении всегда, хотя я не знаю, как у него это получается, потому что пересматриваем занятия уже в оффлайне дома, там, да, трудно слушать час целый, как кто-то мычит, так скажем, вот. Но, тем не менее, вот. Ну, такие вот дела. Советую вам Диму Физулаева в качестве вашего вокального педагога. Подскажут, помогут, сделают вас лучше, безусловно, уже на первом занятии. Записывайтесь. Всем привет. Хочу поделиться своим опытом работы с Дмитрием. Дмитрий умеет найти подход. Как вокальный педагог, очень грамотно все объясняет, знает, матчасть. я решил несколько проблем своих вокальных. Например, проблему с дыханием, о которой мне, в принципе, никто не застрял внимание, которое многое изменило. Когда однажды я понял, после занятия, что в этом есть такая определенная сложность. Ну и, в принципе, еще несколько проблем со звукоизвлечением, с правильной постановкой голоса. Я могу смело рекомендовать поработать с Дмитрием. Кроме того, Дмитрий сам является музыкантом и хорошо знает матчасть, скажем так, сольфеджио и написание музыки. Поэтому всем рекомендую. «Музыка» 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 Если это музыкальная теория, основы музыки, игры на музыкальных инструментах, работе с музыкальными программами, то на все это вы сможете получить просто изумительную мотивацию при занятиях с Дмитрием. Вы не пожалеете. Всем привет. В этом видео я хотел бы выразить особую благодарность Дмитрию Физулаеву, который по сей день является моим путеводителем в мире вокального мастерства. Уже на первом уроке Дмитрий рассказал мне о строении голосового аппарата и научил базовому звукоизвлечению. Но не менее важным я считаю то, что в арсенале Дмитрия существует монструозное количество разных упражнений, которые позволяют найти подход к любому из его учеников. Юмор и простота в общении сделают из Дмитрия не только преподавателя, но и отличного компаньона. По ходу урока Дмитрий грамотно усиливает сложность упражнений и это позволяет не только развиваться вам как вокалиста, но и сохранить ваш голос здоровым. Урок не имеет никаких временных рамок. Вы будете заниматься до тех пор, пока не усвоите данный материал. На этом, пожалуй, всё. Дмитрию я хотел бы пожелать личной самореализации и талантливых учеников. Всем пока. Это видеоотзыв о занятиях с Дмитрием Физуевым. Вообще, прежде всего, мне нравится подача материала. Дима всегда объясняет несколькими способами, так, чтобы можно было понять не первый, но второй. С третьего раза куча всегда способов объяснить, и, соответственно, лучше доходит. Второе, то, что нету прям чёткой какой-то привязки к программе. Всегда можно выбрать то, что хочется куда-то направить занятия, куда самому больше нравится, ну, в рамках, конечно, там, скилла и прочего. Третье. Дима всегда внимательно относится к моим ошибкам, всё исправляет, и не закатываются они как-то ошибки, а вот именно исправляются, только потом двигаемся дальше. Вот. Ещё мне нравится атмосфера, то, что ты пришёл как-то так ненапряженно, расслабленно, но при этом как бы конструктивно позанимался. Вот. И, в принципе-то, и движение вперёд-то, оно есть. Это здорово. Вот. Так что, в принципе, петь я стал лучше. Большое спасибо, Дима. Всем привет. Меня зовут Данила. Это мой отзыв об уроках вокала у Дмитрия. Хотелось бы сказать, что Дмитрий очень хороший преподаватель. Он умеет очень тонко и детально объяснить некоторые нюансы, которые возникают при вокале. Может подобрать на одно, два, три упражнения для разных техник, для того, чтобы понять ту или иную песню. Всегда может объяснить какие-то сложные нюансы, помогает и психологически раскрепоститься в вокале, потому что это тоже часто проблема. Всегда после урока с ним выходишь и понимаешь что-то новое о вокале, потому что он показывает какую-то фишку или упражнение, которое помогает лучше понять или прочувствовать различные моменты. Поэтому всем рекомендую. Всем привет. Это мой видео-отзыв на работу Дмитрия Физелаева в качестве моего вокал-коуча. Изначально самое первое, что хотелось бы сказать, с Димой достаточно просто найти общий язык и достаточно просто понять, что он имеет в виду, когда объясняют какие-то техники, какой-то подход к обучению и так далее. Потому что в сравнении с моими предыдущими преподавателями, которые были по совместительству такими лютыми приверженствами классики, академического пения, Дима достаточно хорошо подкован в техническом плане вопроса. То есть, раньше мне объясняли так, что надо дышать в лобок, использовать третью чакру, есть картошку. А Дима как-то более-менее все объясняет по-человечески, так, чтобы это было понятно человеку, который даже может и не понимать, как устроен голосовой аппарат, что надо делать именно, как извлекать какие-то звуки. Второе, что конкретно нравится мне, это уникальный такой подход к ученику, потому что часто преподаватели гнут свою линию. То есть, они не смотрят на то, как легче воспринимать конкретному человеку что-то, и они учат так, как учили, например, их. Вот, с Дмитрием, например, мы словились на втором буквально занятии на такой мысли, что мне, например, конкретно легче понимать на примере. То есть, мне легче повторять, чем углубляться именно в то, как, например, устроен голосовой аппарат, как это все правильно работает. То есть, мне так было проще. И, соответственно, мы начали упражняться вот именно так, и это пронесло какие-то свои плоды определенные. То есть, я чувствую, что стало намного легче в некоторых вопросах, я уже узнал много нового. И, напоследок, хотелось бы сказать, что довольно редко встретишь человека, который одновременно и профессиональный певец, вокалист, и достаточно хороший учитель. Так что, если вы хотите, чтобы ваш вокал не напоминал пение у костра, то обращайтесь к Дмитрию, я ручаюсь. Спасибо.